Я обращался в мэрию с требованием о том, чтобы мне сделали удобные пандусы. Пандусы в доме Равелия Габдрахманова установили несколько лет назад. Вот только пользоваться ими парень не может. Конструкция неудобная, говорит он. Они как бы сделаны, но проку от них никакого нет. Они неудобные, они очень крутые, под углом 90 градусов. Просто получается так, что они положены просто на лесенку. Однако специалисты решили, что все в порядке. Пандусы соответствуют всем нормам и согласованы с проектным институтом. Об этом они написали в ответном письме. Я порвала сухожилие на трех пальцах. Я его не смогла удержать. Девять швов на ладони. Вот результат последней прогулки Равелия и его мамы Венеры Габдрахмановой. Пользоваться пандусами в их доме опасно не только людям с ограниченными возможностями, но и тем, кто их сопровождает, уверяют они. Он тяжелый. У меня запутались ноги. То есть как бы одна нога на это перекладывает, другая нога тут. И я его еле удержала. Вы упали? Чтобы его не уронить. Поскольку я упаду, он упадет на меня вместе с коляской. Семья Габдрахмановых живет на втором этаже многоэтажки. Кроме пандусов на улицу можно спуститься еще и на лифте. Вот только вход к нему заблокировали предприимчивые соседи. Они установили дверь. Отстаивать свое право на прогулку Равиль Наберин и дальше. Теперь готовит документы в суд. Он сказал, хорошо, я как бы уберу ее. Через три дня проходит, она так же стоит. Опять пришли, она так же стоит. Он уже отказался разговаривать. Когда мы с ним разговаривали там в подъезде, он мне сказал, мне плевать, я ничего убирать, не буду подавать в суд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Телеканал Эфир.